МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Кто в доме хозяин?» Все, что нужно и важно на тежилищно-коммунальной сфере. Сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стражный суд Москвы удовлетворил иск областного министерства энергетики и ЖКХ к самарским коммунальным системам. Напомню, в октябре СКС потребовал от Федеральной антимонопольной службы России признать недостаточным повышение тарифов на холодную воду и канализацию. По мнению коммунальщиков, в расчетах стоимости этих услуг были учтены не все расходы компании. ФАС стал на сторону СКС, и в октябре прошлого года стоимость холодной воды и канализации выросла. Областное министерство с этим решением не согласилось и обжаловало его в суде. Суд первой инстанции встал на сторону властей региона. Но коммунальщики ФАС, скорее всего, обжалуют это решение. Мы будем следить за развитием событий. Компенсация реальных расходов. Программа «Кто в доме хозяин?» выясняла, что изменилось в механизме расчета льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. И кто будет иметь на них право. С 1 января 2017 года у России заработал новый порядок компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для льготников. Начисление выплат теперь будет производиться индивидуально, исходя из жилищных условий каждого льготника и его платежной дисциплины. Категории граждан остались те же. Проценты, установленные от стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг, остались те же. Никакие критерии нуждаемости в этом законе не применяются. Единственное есть исключение. Это новое, то, что появилось сейчас. Если раньше мы платили усредненную сумму от усредненного рекстандарта, по сути, всем, независимо от того, граждане оплачивают коммунальные услуги или нет, то сейчас имеет право, это же компенсация за понесенные расходы, сейчас на эту выплату имеют право те граждане, кто произвели оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть, если у человека долги за жилищно-коммунальные услуги, то он не имеет права на эту выплату. Вот это единственная, скажем так, новелла, которая появилась и которая может привести к тому, что человек реально не получит выплату. Внедрение нового порядка оплаты компенсации смело можно назвать революционным. Ведь ранее единые денежные выплаты рассчитывали на основе регионального стандарта оплаты коммунальных услуг. Его разрабатывала и передавала в социальные службы, Министерство энергетики и ЖКХ. Теперь начисление компенсации за расходы на жилье производят на основании информации, полученной от поставщиков услуг. А таких структур в регионе больше полутора тысяч. На территории Самарской области нет структуры, которая имеет единую базу данных, информации ежемесячной по каждому плательщику за жилищно-коммунальные услуги, кто сколько каждый месяц за какую услугу заплатил. Именно поэтому нам нужно было время для того, чтобы создать такую подобную систему. Мы же понимали, что если мы сейчас нашим льготополучателям, скажем, каждый месяц оплачивая жилищно-коммунальные услуги, потом каждый месяц приносите эти квитанции к нам в Управление социальной защиты, и мы вам в следующем месяце будем компенсировать ваш процент. Я напомню, что среди этих людей, во-первых, это 550 тысяч человек, это пенсионеры в большинстве своем, это инвалиды, это семьи с детьми и так далее. То есть, ну, представьте, что все эти люди стояли бы каждый месяц на прием в Управление социальной защиты. Их возмущению не было бы предела, и оно было бы совершенно справедливое. Была позиция губернатора, который нам запретил, по сути, это делать и потребовал, чтобы была разработана система иная информационного обмена. Систему информационного взаимообмена Министерство социальной и семейной политики разрабатывало в течение года. В ней учитывается объем жилплощади, состав семьи, наличие приборов учета, нормативы потребления коммунальных ресурсов. Первая задача была разработать программный продукт, соответствующий у нас его не было, опробировать его. Мы его обкатали на городе Чапаевске. И огромная благодарность бывшему главе, уже теперь Блынскому Дмитрию Викторовичу. Они нам очень помогли. Поймите, что это новая совершенно система, для нас незнакомая. И соцзащите пришлось столкнуться с нюансами совершенно другой системы жилищно-коммунального хозяйства. Волноваться льготникам не стоит. Система уже работает. Да, не обошлось без неожиданностей. Например, раньше, говорят, министерства в регионе старались проводить так называемые упреждающие выплаты. То есть всем, кто имеет право на денежные компенсации по льготам, их выплачивали перед Новым годом. Чтобы гражданин уже имел деньги на оплату тех же коммунальных счетов, независимо от праздничного графика работы почты или банка. Сейчас в связи с внедрением новой системы, изменениями в бюджетном кодексе и рядом других новаций на федеральном уровне от этой практики пришлось отказаться. Изменился главный распорядитель бюджетных средств на федеральном уровне. Если раньше эти средства в областные бюджеты, в регионы перечисляло Министерство управления финансами Российской Федерации, то в прошлом году ГРБСником так называемым стало Министерство труда. И в Министерство труда нет технической возможности проводить авансирование выплат в предыдущем году, за следующий год. Компенсации за январь льготники начали получать после 15-го числа. Далее они будут начисляться ежемесячно. Если средства по какой-то причине так и не были перечислены до конца месяца, необходимо обратиться за разъяснениями в территориальное управление судзащиты по месту жительства. Ни тепло, ни холодно. Коммунальные службы южного города пытаются поймать тепловой баланс. В 10% квартир второй очереди микрорайона вот уже два месяца периодически остывают батареи. В чем причина? Горячей воды у нас, как всегда, нет. Приходится нагревать. Воды нет. Семья Алексея Слободанюка живет в южном городе. С ноября в их квартире, расположенной на первом этаже дома номер 12 на улице Подстепновской, начались перебои не только с горячей водой, но и с отоплением. То есть отопления не было на кухне и в большом зале. Как заходишь, как будто на улицу пришел обратно. Тепло было только в маленькой комнате. И также не было в этот период горячей воды. То есть не искупать ребенка, не самому помыться. Мыли ребенка в тазике, нагревая воду. Выяснилось, что в своих невзгодах новоселы не одиноки. На жалобы, говорят жильцы, управляющая компания никак не реагировала. На самом деле жилищники о проблеме знают. Проблемы с отоплением, говорят они, периодически испытывают 10% квартир в 9-ти этажках с крышными котельными. Причина – разбалансировка системы отопления. Система отопления была отрегулирована, работала исправно, никаких нареканий не было. Квартиры жильцы принимали именно в отопительный сезон, и вопросов не возникало. После того, как жильцы начали массово делать ремонт, чаще всего снимали радиаторы, ставили свои краны, свою арматуру и так далее. Кто-то делал теплый пол. Соответственно, произошла разбалансировка системы. В большинстве домов систему удалось отрегулировать заново. И в сложившейся ситуации жилищники обещают извлечь уроки. В домах с крышными котельными установят дополнительные защитные клапаны. Они помогут довести тепло до каждой квартиры. А за недополученную услугу жильцам обещают сделать перерасчет. Когда пошли у нас массовые жалобы, мы сначала свою деятельность рекламентировали законодательством. То есть они должны вызвать аварийку. Сейчас мы эту систему упростили, потому что входим в положение жильцов. У нас было организовано дополнительно еще несколько приемов непосредственно директором управляющей компании. Мы объясняли людям, и сейчас информация эта доступна везде, что по заявлению они указывают период, они указывают свой адрес, и мы делаем перерасчет. И уже первые квитанции с перерасчетами декабрьские у нас прошли, естественно, за вычетом суммы недопоставленной услуги, которые мы фиксируем, и мы от этого не отказываемся. Ремонт после ремонта. Замена кровли в одном из жилых домов Чапаевска обернулась рухнувшим потолком. В чем причина ЧП и какие меры собираются принять жилищники? Как бы еще замыканий здесь не было, то вообще весь дом сгорит. Обратите внимание, полы все деревянные. На видео, размещенном в социальных сетях, жильцы жалуются на последствия проведенного в их доме капитального ремонта кровли. Дранку со следшей штукатуркой мы тоже обнаружили. Правда, мусор из подъезда к нашему приезду был убран, а вот эмоции жильцов не утихли до сих пор. Я слышу раз вот такой грохот, все мы сюда выбежали, смотрим, здесь уже все убрали, но здесь было просто все насыпано. Куски штукатурки были с голову, то есть если бы кто-то здесь был, в подъезде проходил, могли бы просто убить. Дом номер 6, что на улице Красноармейской в Чапаевске, был построен в далеком 52-м году, как временка. Но, как известно, нет ничего постояннее временного. И когда старику-временщику примерили новый венец, то есть новую крышу, он не выдержал и, что называется, затрещал по швам. Дом старый, стены насыпные, его трогать вообще нельзя. Трещины идут по всему дому. Я могу, конечно, и к себе пригласить вас, посмотрите. В управлении городского хозяйства Чапаевска сообщили, что не просто знают о ситуации, но и держат ее на контроле. Мы производили фотографию вот этих мест. Там явно обозначено вот это место, что оно уже было в трещинах. Но так случилось, что в этот период произошло обрушение, максимум метра квадратного потолочного покрытия. Штукатурного покрытия. Сейчас принято решение управляющей компанией восстановить это покрытие. Гипсокартонным мы закроем, аккуратненько закрасим. Ничего там больше не случится. Мы указали жилищникам Чапаевска и на то, что после ремонта по всему дому пошли трещины. Тем не менее, сказали нам, дом аварийным не признан. Весной пообещали, представители местной власти ремонтом фасада дома на Красноармейской займутся вплотную. Программа «Кто в доме хозяин» продолжает следить за ситуацией в жилищно-коммунальной сфере. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, если вы не можете достучаться до своей управляющей компании или недовольно работает СЖ, пишите нам на электронную почту. Мы встретимся с вами уже через две недели на телеканале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова